Друзья, добрейшего времени суток! Сегодня я хочу показать вам свою маленькую клумбочку из роз кардана. Я приобрела эти розочки в конце февраля. Они очень плохо выглядели, были желтыми больными, с сухой корневой системой. Можно сказать, погибали. Я не удержалась и купила в магазине все, что осталось. Я пришла домой, обрезала на пенечек, замочила в крепком растворе фитоспорина и поставила на окошко. Когда нужно было поливать, я просто замачивала горшки, заливала в тазики с гуматом, либо фитоспорином. И, наконец-то, мои розочки пустили небольшие побеги, стали озеленеть. И тогда я уже продолжала точно так же их замачивать, потому что поливать было невозможно. Корневая система в торфе просто не впитывала воду, нужно было хорошенечко замачивать их. А листики обрызгивала два раза в день раствором с микроэлементами для комнатных цветов. Потому что они были очень нежненькие, но питание им требовалось. Цветет роза обильно, то есть все розы разных оттенков это обильные розочки и долго держат цветы. Ну, собственно, я хотела сегодня кое-что сказать о моей недавней прививке почки на плетистые розы в первогодке. Такой мой эксперимент во время, которое приближается уже к осени. И Аня с канала «Творчество в саду и не только», которой я всегда прислушиваюсь к ее советам, сказала мне, что все я правильно сделала, но розочка, чтобы я не пугалась, при ней почка может не проснуться в осеннее время, да и нежелательно, потому что уже скоро холода и растения это чувствуют. Вот так выглядят пока мои почечки. Я прикрыла ватным диском для того, чтобы на южной стороне, где посажены розы, почка просто не высохла. Если почечка не проснется, то проснется она уже весной, когда растения все просыпаются и идут в рост. Если кто-то захочет привить розу, знайте, что нужно будет утеплить почечку на зиму. Ролик о том, как это буду делать я, я обязательно сниму, но попозже, потому что в нашем регионе еще стоит жара, и продержится она однозначно до октября. Поэтому ориентируйтесь на свои погодные условия. Ну а если кто смелый и хочет проэкспериментировать, как я, то вперед! Это очень интересное занятие, очень интересно испробовать себя, испытать в своих возможностях, в своем терпении и умении. Мои розы потихонечку начинают свисти, но жара опять мешает им выдать бутоны покрупней. Вот незнакомка чайно-гибридная роза. На нее я тоже привила почечку, на такой кривой стволик он мне не очень нравился, поэтому я решила сделать здесь еще одну веточку. Что получится, я не знаю, но обязательно буду утеплять на зиму. Моя роза Дауф Трауш, это первогодка. Очень мне нравится ее аромат, нежный такой, мягкий, парфюмированный. Не знаю, миры-не миры, запах приятный. Еще две розы незнакомочки, желтая и оранжевая, посажены в одну лунку. Похожи они на флорибунду, сейчас цветут единичными цветочками и мелкими. Потому что у нас жарко. А вот весной это потрясающее цветение. Абсолютно без аромата розы, но красивые и яркие прямые узкие кусты. Сегодня обошла все свои розы, которые обработала от вредителя, в частности от кукурузного мотылька, который дали мне гусениц в бутоны. Вот никого я не обнаружила. Вот пинг пиано, абсолютно целенький, распускается. Посажен он у меня с рейд пиано. Кусты такие, они раздаются в ширину, но как-то гармонично друг с другом они уживаются. Это тоже первогодки, посаженные осенью. Очень мне нравятся их помпончики. Я надеюсь, она будет более обильная. Побеги базальные уже новые дала. Это радует. Роза незнакомка. Я не думаю, что это пьер де Ренсар, как я заказывала. Но на одном из каналов я увидела такую же розу, и мне сказали, что это розочка. Сорт называется Dolce Vita Plus. Не знаю, есть такая или нет, но вот это что-то маленькое такое распустилось, я вам показываю, но это не показатель того, какая роза в первое цветение. Бутоны очень набитые, крупные, и действительно очень похожи на пьера де Ренсара. Дип Уотер распустил свои бутоны. Цветки очень держит долго, и три недели может. Он не окукливается, а как бы мумифицируется сам цветок. Становится очень декоративным, таким серым, зеленым, с розовинкой. И пока не обрежешь, он сам не отпадет. Но это декоративно, мне нравится. Так, пожалуйста, полного распуска Ruben Rouge уже 4 дня. Пока держится. Выгорает, но не сильно. Розочка полька плетистая, первогодочка, в метр в высоту, много побегов она мне выдала. Вот, в теночке роза очень яркая. Бутоны держит, в принципе, неплохо для плетушки. Вот этой, например, вот этому бутону уже почти неделя. Розариум Ютерсон уже 5 дней точно держит раскрытым свое соцветие. Такой маленький из-за жары, маленькие цветочки. Но цвет очень приятный. Вот такой базальный побег он мне выдал, я даже не сразу заметила. Пришлось сегодня подвязать. Чем я, в принципе, с утра и занималась. Подвязкой своих плетистых роз, шрабов, флорибунды. Моя незнакомочка. Обычно очень крупный бутон. При пасмурной погоде становится малиново-фиолетовым. Вот цветочек, который отсвел. Дня 4 он продержался, цветок. Но с ранней весны, когда начинает зацветать, то больше недели держится. Вот тоже в ножках маленький бутончик распустил. Роза безумно ароматная, безумно. Пересажу ее в тень. Роза Рутер Капхен тоже подвязала. Выдает такие соцветия. Это первогодка. Посажена она осенью из питомника Полины Козловой. В принципе, у меня очень много роз из питомника Полины Козловой. И о посылке, которая мне придет в октябре, я думаю, обязательно сделаю ролик, обзор. Роз немало. Ну и не такое уж большое количество. Может быть, около 20 штук. Я уже и не помню. Посмотрим, какие саженцы она пришлет на этот раз. Очень хорошо нарос кустик. Мне нравится. Роза сильная, лист глянцевый. Обожаю немцев за их плотные листья. И стойкие цветочки. Очень долго держатся. Эта роза сама сбрасывает отсвевшиеся бутончики, поэтому не особо она и грязно смотрится на кустике. Вот в таком вот теремке живут мои черенки, которые я сделала. Влаги им хватает. Я слегка укрыла таким вот материалом. Ну, думаю, что можно было бы в тени этого и не делать. Ну, поскольку кусочек ткани был, я просто накинула. Так вот, все спят. Жара. И мой кот, как обычно, отдыхает в розах. Вот он, красота. Знаете ли вы, что такое сон? Хотела я рассказать, что такое сон. Не знаю, поймут ли все правильно. И, может быть, я вас шокирую, может быть, что-то неправильно скажу, но я говорю из своего опыта, и я не пророк. Я не пытаюсь кого-то убедить или переубедить, навязать свое мнение. Я рассказываю лишь то, что я видела сама. А видела я вот что. В 10 лет у меня была операция. У меня была кома. И я знаю, что за это время происходило на Земле. Я видела. Вы можете погуглить. Многие пишут о таких случаях. У всех они разные, но суть одна. Когда моему сыну было 2-3 недельки от роду, у меня был спонтанный выход из тела. Это не помутнение сознания, потому что факты, которые я наблюдала вне тела, подтвердились, когда я в него вошла и пошла проверять. Когда моя дочка была маленькая, я начала замечать разных сущностей. Это тоже меня пугало. Я начала читать много книг, узнавать у людей, которые имеют какие-то способности, только для того, чтобы сделать для себя какое-то понимание. Страха у меня не было. Я думаю, что это просто от опыта прошлых жизней, потому что память у меня присутствует с 6 месяцев от роду. То есть я, по крайней мере, помню себя в 6 месяцев. Я помню разговор родителей. Я помню то, что если кто-то звонил в дверь, в дверной звонок, мы жили в квартирном доме, я знала всегда, кто зайдет, хотя с этими людьми меня в этом возрасте уж точно не знакомили. Я понимала даже разговоры родителей серьезные, на серьезные темы. И меня это удивляло, честно говоря. Я даже помню, как я была в утробе матери. Поэтому если кто-то не верит, не надо списывать на то, что я говорю какую-то ерунду. Это лишь мой опыт. И если я кому-то помогу в чем-то разобраться, я буду благодарна прежде всего этим людям. Потому что это большой подарок, когда ты можешь кому-то помочь. Если кому-то не нравятся такие разговоры, то я ведь не заставляю вас слушать меня. Так вот, хотела рассказать кратко о сне. Я знаю, что у нас есть несколько тел. Когда наше физическое тело засыпает, первое тело, которое находится ближе к нам, это эфирное тело. Его можно увидеть, если сфокусировать наш физический глаз. Это тело эфирное, оно далеко не уходит. Потом из этого эфирного тела выделяется астральное тело. Это астральное тело уже связано некой пуповиной, и оно может на неопределенное расстояние отдаляться от физического и эфирного тела. То, чем оно там занимается, это уже другой вопрос. Я просто хочу пояснить, что такое сон, когда вы просыпаетесь и говорите, что вам что-то приснилось. Когда астральное тело отдаляется от физического, оно поднимается в определенные энергополя. Это не расстояние, это не время, это просто другое пространство. Из астрального тела уже, после астрального тела появляется уже каузальное тело. И вот это каузальное тело и показывает то, чем занимается, как мы говорим, на Земле душа, когда физическое тело отдыхает, спит. И представьте, что у каждого этого тела своё сознание. И когда возвращается все тела в физическое тело, при пробуждении наш физический мозг с ограниченным пониманием, восприятием мира интерпретирует это другими картинками, но никак не с точностью о том, что якобы что-то приснилось, и это должно сбыться. Единственные люди, которые умеют расшифровывать, это люди, которые понимают следственные какие-то связи, и которые очень хорошо себя знают изнутри. Я не говорю о внутренних органах. Я говорю о своём духовном развитии, восприятии, чувствовании, понимании не только физического мира, который заметен глазу, но и той реальности, которую мы не видим и зачастую многие отрицают. Я хотела бы ещё немного уточнить про все те тела, которые у нас есть. Что каждое из тел по-своему воспринимает то, что делает, видит, чувствует. Это всё равно, что у нашего тела есть уши, нос, глаза, рот. А у высшего я есть вот эти помощники, вот эти тела, которые выполняют свою работу. Каждое тело ощущает, воспринимает и делает по-своему. Это как множество людей, которые по-разному воспринимают один и тот же оттенок цвета. То есть кому-то он более сиреневый, кому-то более фиолетовый, кому-то малиновый. И представьте, вернувшись в физическое тело, когда человек пробуждается, они передают эту информацию, и то не всё, а частично, а главном, так скажем, об основном, в наш несовершенный физический мозг, который забит всяким мусором, бытовым, социальным, страхами, предубеждениями, определённым воспитанием, определёнными привычками всё как-то воспринимать именно по своему опыту, который нажит именно в этой жизни, как его научили думать и анализировать. Поэтому мы говорим, что мы видели вот такой-то сон. Да, но сонники, даже ни один сонник не поможет вам расшифровать ваши сновидения, потому что только вы можете сказать, какие у вас лично ассоциации с тем или иным предметом, и очень важно прислушаться к ощущению, к чувствованию после пробуждения, что вы чувствуете. Если это страх, возможно, это будет какое-то действительно предупреждение, но не о какой-то там сверхкатастрофе, в чём-то ужасном, даже если вы проснулись в холодном поту, а просто в элементарном предупреждении, что нужно будет обратить на что-то внимание. В общем, расшифровка сна, она сугубо индивидуальна, и бояться этого не нужно. Я бы не хотела никому навязывать какие-то свои мнения и свой личный опыт. У каждого он индивидуален. Только вы сами можете интерпретировать для себя какие-то события и следственные связи. Я только хочу сказать, что если бы каждый человек хотя бы не то, чтобы имел память прошлой жизни, а помнил себя с детства, он бы больше мог понимать, что значит, когда вы только что пришли в этот мир, насколько ваш мозг, ваше сознание искренне и чистое, незамусоренное, ненаученное ещё думать так-то и так-то. То есть если ребёнок говорит на петуха, что это воробей, да пусть он будет воробьём. Ну это конечно же образно, мы должны учить своих детей, но никогда не навязывать своё, потому что они пришли на Землю только со своим опытом, со своим развитием. Простите, если я была немножко резкой и как-то непонятной, но я бы хотела, чтобы вы меня правильно понимали. И мне с вами интересно разговаривать, слушать ваши взгляды. Я каждый раз удивляюсь, что люди ещё что-то не могут понять, а кто-то уже наоборот слишком близок к этому. Это всё удивительно и интересно. Друзья, я всегда хочу показать вам нечто красивое, рассказать о чём-то удивительном. Но я не говорю, что у меня самые красивые цветы. Точно так же, как и не говорю, что я тут самая умная и сейчас я вас научу. Поймите правильно и кому интересно, оставайтесь со мной. Я всегда вам рада. До встречи!